МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В преддверии очередного переизбрания Путина по России прокатилась волна губернаторских чисток. В России началась новая волна отставок губернаторов. Сегодня президент Владимир Путин уволил главу Самарской области Николая Меркушкина. В заявлении сказано, что он уходит по собственному желанию. Сегодня стало известно об отставке губернатора Красноярского края Виктора Толоконского. Об этом сообщил вице-спикер Крымского парламента Алексей Клишко. Новый сезон отставок губернаторов открыт. Свои посты уже покинули главы Нижегородской и Самарской областей. Кроме того, как передает ряд СМИ, возможно, отставка еще порядка 10 руководителей регионов. Для удобства мы составили такую галерею. В нижнем ряду у нас те, кто свои посты покинули, сверху их сменщики. В 90-х коллективный политический портрет руководителя российских регионов выглядел совершенно иначе. Практически каждый из региональных руководителей был личностью. Нет, не политиком. Политика в России тогда только начиналась. Многие губернаторы переквалифицировались из первых секретарей обкомов. И все же эти люди по-настоящему боролись за власть и за свое будущее. С оппонентами и конкурентами, с Кремлем, с самой историей. Нынешние губернаторы настолько безлики, что остается только констатировать. От портрета осталась одна рама. Отставники могут привлечь внимание разве что своим прошлым. Не изгнанные из Нижнего Шанцев, не убираемые из Махачкалы Абдулатипов, так и не стали фигурами местной политики. Зато имеют исторические биографии. И именно это, вовсе не влияние их отставок на ситуацию в Нижегородской области или Дагестане, заставляет следить за их судьбой. Согласитесь, что это совсем не то же самое, когда из Нижнего Новгорода уезжал Немцов, а должность главы Госсовета Дагестана покидал Магомедов. Не говоря уже о фигурах уровня Шаймиева, Рахимова, Лужкова. Каждый из этих региональных лидеров создавал вокруг себя центр влияния. Я сегодня, снова, как пять лет назад, говорю, Россия, Ельцин, свобода! Россия, Ельцин, победа! Блок Отечества и всей России потому и смог возникнуть и чуть было не отодвинул от власти ельцинское семейство, что на определенном этапе новейшей российской истории региональная власть стала чуть ли не авторитетнее центральной. Они грабили Россию за бумажки-ваучеры. Он борется за настоящих собственников, приносящих пользу стране. Они завалили наши рынки недоступными западными товарами. Он поднимает отечественное производство и дает работу миллионам россиян. Они превращали нашу страну в сырьевой предаток Запада. Он выступает за равноправное партнерство России в мире. Это при нем так преобразилась Москва. Юрий Лужков, проверено делом. Отечество, вся Россия. Верьте только делам. Новые избранники Путина свидетельствуют о том, что это время безвозвратно прошло. Губернаторы похожи внешне фамилиями, повадками. Каждый из них никто, и звать его никак. Россией правит. Коллективный подпоручик Киже. Персонаж исторического анекдота времен царствования императора Павла I, а также повести Юрия Тымянова «Подпоручик Киже». Несуществующий офицер, появившийся в документах из-за ошибки писаря, но, тем не менее, несколько раз произведенный в новый чин императорским указом. Самое интересное, что таким же подпоручиком Киже является и сам Путин, извлеченный ушлым Березовским из ниоткуда, и даже за 18 лет правления, не приобретший хоть чего-то отдаленно напоминающего личностное качество. Пустота, окружающая себя пустотой и безликостью. Как это логично! Люди очень надеются на то, что с приходом молодых, энергичных, хорошо профессионально подготовленных людей будут приниматься взвешенные, но энергичные меры по улучшению ситуации в соответствующих регионах страны. Скажут, что ничего страшного в этом нет, так как безликость губернаторов – залог сохранения территориальной целостности России. А личности не раз пытались разорвать государство. Но в этом-то и кроется самая главная ошибка. В момент предыдущего краха империи отнюдь не каждый глава республиканской компартии был личностью. По большей части это были как раз посредственности, что никак не помешало центробежным процессам. Но преимуществом тех начальников перед нынешними было то, что они имели очевидную связь с регионами и оказались гарантами стабильности после развала. За редкими исключениями, вроде Колбина, которого пришлось забирать из Казахстана, или Ивашка, которого пришлось отзывать с Украины. А вот там, где начальство такого кредита доверия не имело, и в бывшем союзе и в России, там начались войны. В Таджикистане, например, или в Чечне, если кто забыл. Нынешние губернаторы правят Россией просто как московские баскаки. Никакой связи с регионом у них нет. Да и не нужна она им. У них одна задача – служить президенту и распределять бабло. Это уже не ельцинская, даже не брежневская номенклатура. Это типичные сталинские соколы, которых можно переставлять с места на место или выгонять всех вместе. Сталин таких расстреливал. Путин просто снимает. Времена просто пока что не такие людоедские. Но вопрос о том, что будут делать бессмысленные наместники, когда кончится московское бабло, по-прежнему остается открытым. Сегодня не позавидуешь Кремлю, администрации президента. Предстоят выборы, выборы очень сложные. Губернаторам нужно решать очень противоречивые задачи. Это, во-первых, экономика, обеспечивать поступление в бюджет средств и не очень требовать средства из бюджета. Необходимо устанавливать нормальные отношения с элитами. Несколько отставок так и мотивированы. Плохие отношения с элитами региональными. Необходимо личные отношения устанавливать с администрацией президента. Обеспечивать выборы. Но ведь это не конец губернапада, как вы назвали это. Значит, Козак уже предупредил, что, по крайней мере, еще 10 губернаторов до выборов будут заменены. И по итогам проверки, может быть, принято несколько решений о смене губернаторов. Такое заявление сделал вице-премьер Дмитрий Козак. Это исключительная прерогатива региону, субъекта Российской Федерации. Прежде всего, руководители региону принимают решение продолжать им работать либо досрочно прекращать полномочия. Идет оценка эффективности работы органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. И, вероятнее всего, в результате этой оценки к таким выводам руководители региону могут прийти. И я думаю, что их будет несколько. Необходимо проявлять лояльность. Проявлять лояльность одновременно к региону и к Кремлю очень трудно. Это противоречивая задача. В этих условиях, попав вот в эту переделку, я совершенно не удивляюсь, что некоторые политики, молодые, отказываются от участия вот в этой игре. С одной стороны, власть должна обеспечивать обратную связь, а с другой стороны, эта обратная связь должна быть очень положительной, то есть очень позитивной. А так не бывает, чудес не бывает, экономика в катастрофическом состоянии, ресурсы тают. Вы заметили, что жители говорят о пенсиях, говорят о зарплатах, говорят о коррупции. Противоречивая задача и перед выборами еще. То есть сделать вид, что все в порядке, не имея ресурсов для того, чтобы сделать, навести, так сказать, порядок, это проблема. Ну, сверху видней, кого убрать. Мы вообще здесь ни при чем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова